SCP-216. Сейф. Класс объекта безопасный. Особые слои содержания. SCP-216 в настоящее время находится в лаборатории номер 5. Для допуска к объекту требуется допуск уровня 2. Помещение различных записывающих устройств в SCP-216 запрещено без одобрения О5. Описание. SCP-216 представляет собой железный сейф высотой 35,6 см с многозначным кодовым замком. Замок имеет 7 дисков, на каждом из которых имеются цифры от 0 до 9. Когда дверца открыта, комбинации менять нельзя. Вес объекта, похоже, изменяется каким-то странным образом. Смотрите документ 88-B. На фотографии один из множества вариантов внутреннего устройства SCP-216. Дверцу SCP-216 всегда можно открыть, но внутреннее содержимое, похоже, изменяется в зависимости от комбинации, установленной в настоящий момент. Предметы, помещенные внутрь SCP-216, можно достать из-за него в любое удобное время, повторно введя комбинацию, которая была задана, когда предметы помещали внутрь сейфа. Предметы, помещенные в SCP-216, по всей видимости, не подвергаются каким-либо повреждениям, пока находятся внутри. Поскольку каждая комбинация замка соответствует одной определенной ячейке, в сейфе можно хранить до 10 миллионов предметов. Неизвестно, сколько предметов в настоящее время находятся внутри SCP-216. На основании сейфа выдавлена надпись 3-4. Была выдвинута гипотеза, что внутреннее отделение SCP-216 делит одно пространство с тремя другими объектами аналогичного характера. Эту гипотезу подтверждают результаты исследования, описанные в документе 88-B. Документ номер 88-A. Протокол первого исследования, проведенного доктором Засекречина. Комбинация установлена на 66-92-724. Дверца открыта, внутри пусто. Один блокнот и карандаш помещены внутрь сейфа. Дверца закрыта. Комбинация установлена на 66-92-725. Дверца открыта, внутри пусто. Сброс комбинации на 66-92-724. Дверца открыта, внутри лежат блокнот и карандаш. Заметка. SCP-216 неплохо подошел бы для хранения разных вещей. Доктор Засекречина. Документ номер 88-B. Протокол исследования, проведенного доктором Засекречина. Тестирование влияния помещенных предметов на общий вес SCP. Общий вес объекта до помещения предметов 935,877 килограмма. Блокнот и карандаш. Общий вес 350 грамм. Помещены в SCP-216. Дверца закрыта. Общий вес объекта после помещения предметов 935,965 килограмма. Ожидаемый вес 936,227 килограмма. Фактический вес 935,965 килограмма. Различие 262 грамма. Тестирование показало, что SCP-216 берет на себя приблизительно 25% веса от его внутреннего содержимого. Из-за чего следует, что вес распределяется равномерно между SCP-216 и тремя другими гипотетическими объектами. Документ номер 122-А. Протокол исследования, проведенного доктором Сегречна. Проверено внутреннее содержимое ячеек 000000 по 00206. Внутри ячейки 70 были обнаружены следы древесной пыли. Внутри ячейки 601 по 00206 было пусто. Намечены долинейшие исследования. Документ номер 152-Д. Протокол исследования, проведенный доктором Сегречна. Проверены ячейки 00332 по 00398. В каждой из них лежала часть тела Сегречна. Женщины 28 лет, которой была объявлена пропавшей без вести. Дата Сегречна года. Содержимое было удалено для идентификации, а затем кремировано. Печень, селезенка и легкие не найдены. Документ номер 159-Б. Протокол исследования, проведенного доктором Сегречна. Ячейка 00409. Живой взрослый самец Росомахи весом 30 килограмм. После открытия дверцы набросился на доктора Сегречна и убил его, а затем искалечил двух находящихся поблизости сотрудников класса Д, прежде чем охранники выстрелили в него пять раз. Вскрытие трупа животного не показало наличия аномалий. Последующая экспертиза ячейки 00409 показала, что внутри находилась лишь выпавшая шерсть Росомахи с остаточными следами мочи и мускуса животного. Документ номер 160-А. Протокол исследования, проведенного доктором Сегречна. Ячейка 00456. Полностью заряженный пистолет Глок-19 с патроном в патроннике, а также одна плитка десертного мороженого Клондайк Бар. Мороженое было холодным на ощупь и сохраняло свою форму, пока находилось внутри сейфа. Но начало таять через две минуты после того, как его извлекли из сейфа для осмотра. Мороженое поместили обратно в сейф, дверцу закрыли на три часа, а затем вновь открыли. Плитка мороженого находилась в таком же подтаявшем состоянии, как и три часа назад, когда была помещена в сейф. Плитку мороженого извлекли из сейфа и положили в морозильник в столовой на втором этаже на один час. Через час она была помещена назад в свою ячейку с пистолетом, и дверца была закрыта. Документ номер 161-А. Протокол исследования, проведенного доктором Сегречна. Внутри ячейки 40501, которая была пустой, поместили один стандартный GPS-маячок фонда. Когда сейф закрыли, маячок отключился. Судя по данным, полученным от устройства после извлечения из сейфа, спутник был не способен определить его исходное местоположение. Документ номер 174-Б. Протокол исследования, проведенного доктором Кингом. Ячейка 616-23-84. 51 яблочное зернышко. Ячейка 184-65-63. 22 яблочных зернышка. Ячейка 296-01-04. 9 яблочных зернышек. Ячейка 858-58-21. 78 яблочных зернышек. Ячейка 111-11-1. Одно сгнившее яблоко. Документ номер 152-Е. Протокол исследования, проведенного доктором Сегречина. 16.04-го Сегречина. Все ранее изученные ячейки были открыты для повторной проверки. Их внутреннего содержимого. Внутри ячеек 40332 по 40398 обнаружились отдельные части тела, принадлежавшие неизвестному мужчине, лежавшие в том же самом порядке, в каком они были найдены во время эксперимента 152, включая печень, селезенку и легкие. Оказалось, что все следы биологических материалов, обнаруженных во время эксперимента 152, бесследно исчезли из этих ячеек. В соответствии с запросом по директиве О5, части тела были помещены обратно в свои ячейки. В настоящее время идет пересмотр условий содержания объекта. Документ номер 162-А. Протокол исследования, проведенного доктором Сегречина. Исследование выполнялось доктором Сегречина. Одна цифровая видеокамера Сегречина была установлена в режиме записи и помещена в ячейку 55-00-300, так, чтобы она глядела прямо на дверцу. Дверца была закрыта и открыта ячейком 55-00-200-1. Ячейка 55-00-200-1 оказалась пустой. Дверцу закрыли. Ячейку 55-00-200-0 открыли снова и видеокамеру извлекли из сейфа. После просмотра видеозаписи у доктора Сегречина случился приступ транзиторной ишемической атаки. На видеозаписи видно, как доктор Сегречина кладет видеокамеру в сейф и закрывает дверцу. После этого практически сразу дверца открывается и видеокамеру забирает из сейфа. Доктор Сегречина, однако, заявлял, что видел на записи нечто совершенно другое. На видеозаписи отсутствует звук. Следующий анализ видеокамеры показал, что ее некоторые внутренние детали были сломаны. Документ номер 162-B. Протокол исследования, проведенного доктором Сегречина. Данные удалены. Данные удалены. Документ номер 162-D. Протокол исследования, проведенного доктором Сегречина. В ячейку 55-00-300-1 был помещен магнитофон в режиме записи и дверца была закрыта. Несколько других ячеек были открыты и закрыты перед извлечением магнитофона из ячейки 55-00-300. Сообщалось, что следующий файл вызывал дезориентацию, тошноту, потоотделение, чувство давящего страха, боли в животе, чувство тревоги, мигрень и паралич. Этот файл необходимо прослушивать только в безопасных условиях. Запрещается управлять тяжелой техникой в течение 24 часов после прослушивания этого файла. Воздержитесь от быстрых движений глаз во время прослушивания этого файла. Продолжение следует... Продолжение следует...